Привет, мы в поезде. Видок у меня не из лучших. Да, снова привет, новый влог. Как только освободилось местечко, я хочу вот так снимать, чтобы у меня не было синяков под глазами. С Денечкой. Ну, что ты. Как появилось время, я сразу начала снимать. Мы едем в поезде, к конечной нашей точке уже практически. Устала, спина болит безумно. Денька тут играется. Ой, в поезде нам ехать всего чуть-чуть, поэтому я не стала брать купе. Взяла плацкарту, потому что что-то билеты не дешевые. Вот. Ну и нормально, и хорошо. Больше людей, больше зрелища. Дэня. Кисми. Настанет то время, когда ты будешь со мной. Да, Жайка. Будешь глазки строить всем. Ладно, попозже включусь. Как будет что-нибудь интересненькое. Или мысль какая, шальная. Вот мы приехали в мою любимую гостиницу. Ой, только встали. Ой, сейчас идем завтракать. Да, Денька? Пойдем завтракать. Я голодная. 8.30, теперь он стоит так рано вообще. Все, идем, котик, идем. Ой, мы вышли погулять. Пока ждем нашего баку. Короче, такие вкусные пирожки взяла тут. Весь такой ларечек, магазинчик. И вот прям горячие вот такие пирожки. Я их ела, честно говоря. Я даже не беру такие жареные, знаете, большие. Но я помню в детстве, когда мне было 11-13 лет, вот 16, я еще работала на рынке у нас там в Александровке. И бабушка ходила с коляской. Она вот такие делала офигенские просто пирожки. И вот я сейчас ем. Он горячий прям. И вспоминаю. Вот с картошкой прям супер кипяток, а этот теплый еще. Ммм. Ммм. Ой, обжигает. Вот, ну в связи с этим хотела сказать, что сейчас я с вами попрощаюсь на несколько дней. Потому что я уберу вообще свою камеру подальше, чтобы не напрягало. Вот, и все. И будем проводить время с любимым. А потом включусь, и мы продолжим наше путешествие. Люблю вас, не скучайте. Деньги. Мои хорошие, мы снова в поезде. Выбрал тут свет, все спят. У нас ночной любой поезд. Ночью ездит. В общем, мы возвращаемся в Москву. Мы прослыли. В Инстаграм зашла куча комментариев, что у меня в Ютубе творится что-то в комментариях невероятное. Но я уже неделю туда не заходила, потому что просто у меня не было времени. Поэтому мы сейчас пьем чай, ложимся спать. А по прилету в Москву я обязательно зайду в Ютуб, почитаю все комментарии. И скажу вам свое мнение на сей счет. А пока спокойной ночи. В общем, мы сейчас в аэропорту Домодедово ждем наш вылет. Я голодная. Мне пока было в машине было плохо. Я скорее-скорее, кстати, в какое-то место сейчас запробую, что здесь готовят. Потому что цены такие нормальные на еду. Ну и меню такое хорошее, сейчас скажу. Я не помню, как называется кафе. Макеата называется Домодедово. Вот, мы приехали заранее. Сына, мы приехали заранее. Дэн, дай сниму. Мы простили жутко. Сынули. Еще в Инстаграме мне много писали, что на Ютубе сейчас где-то очень много комментариев всяких, каких-то негативных по поводу и без повода, в общем-то. Я еще, честно говоря, не читала вот от сегодняшнего дня. И до того, как я поехала в Москву, я 4 дня не заходила в комментарии. И все это время как бы я не заходила. Поэтому я абсолютно не знаю. Но уже до Инстаграма дошло, что там какие-то комментарии ужасные, прям приужасные. И приятно, что меня подготовили, потому что понятие ужасное у всех относительное. То, что для меня ужасное, для других это может просто смерть. Поэтому я думаю, что ничего страшного там на самом деле нет. Ну, зайду, почищу кого надо. И будем продолжать работать дальше. Не стоит обращать на это всех внимания. Не знаю, что будет. Успею я прочитать все эти комментарии, чтобы вам же здесь во влоге рассказать, что да как там, что я по этому поводу думаю. Но если не в этом, то в следующем я обязательно расскажу. Сейчас мы кушаем. Сина прыгает. Хорошо, что он не плачет, хорошо себя чувствует. Заглядывать пытается. Вот. Ну все, в общем, мы ждем. И уже в Ростове увидимся. Я вас люблю. Заказала петучини. И хочу вам сказать, что оно просто бомбическое. И латте, моя любимая. Правда, очень вкусное на уровне. Так что рекомендую, если будете здесь. Единственное, я хотела поделиться ценой. Латте стоит 400 рублей. Петучини с тёмбой 550. Ну, без 5 рублей, да. Дополнительный тертый сыр пармезан 2. 280 рублей. Я не вру. Цены космические. Как я вот малыша своего подбила. Я говорю, смотри, самолётики, так и вас. Смотрите, самолётики. Мы вот так вот будем. Вот так на колясочке удобно, когда проедем по вот этому коридорчику. И всё. Там заберут колясочку. Короче, я с вами попрощалась такая, да, типа увидимся в Ростове. Но на самом деле, чё-то нас ещё... А, что? Нет. Короче, я гуляю пока. И вот, Саровский я обожаю. Раньше? Раньше. Давно. Ну, не так давно. Я всегда, когда была в аэропорту, всегда что-то покупала себе. И подружка у меня была. Она тоже всё покупала мне. Так что у меня много Сваровских. Красивый, да? Чехол такой Сваровский. Чтоб за километр тебя видать было. Часы у них. Сейчас я посмотрю. Часы. Срочно приглашаются. Ва. Море часов красивых. Какие мне нравятся. Мне все нравятся. Вообще, я люблю браслеты такие красивые. Ай. 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 Ай-ай-ай. Ладно, всё, хватит слюну глотать. Пошли, может, нас уже там пускают. Кстати, всё время забываю, кто спрашивал у меня коляску, фирму. Фирму коляски, кто спрашивал. Вот она. И, кстати, ну, коляска, я вам скажу, не супер устойчивая, да, такая. У нас колёсики, не знаю, у всех, не у всех. Они уже в разные стороны смотрят. Знаете, вот эти вот задние. Когда они не должны двигаться, в принципе, да? По-моему. Тут что-то запуталась. Ой. Вот. Ну, в принципе, она выдержала большие удары. Складывается. Лёгкая, весёлая, красочная, яркая. Мне, в принципе, всё нравится. Единственное, что... Ну, я думаю, что по качеству и не есть что-нибудь. Но она очень бюджетная по цене. Цена-качество вообще огонь. Как я люблю. Всё, меня встретила мамулечка моя, золотулечка. Денька её сразу... Ой, баба, баба. Так, прилетели. Мы, короче, сейчас летели. Я простыла, у меня заложен нос. И это просто жесть, ехать заложенным носом. Я минут 10-15, пока садился самолёт, просто у меня стреляло в ушах. Это жесть, да боль. Я сейчас вспотела, вы не представляете. Мама говорит, что у меня сейчас уши... У неё такое было, у неё уши пройдут. Только тогда, когда у меня насморк пройдёт. А я только заболела на минуточку. Это кошмар. Я как будто с пробками в ушах. Надо со мной громче разговаривать. Комментарии пишите большими буквами. Громче. Я не слышу. Лего красиво, светло. Это для фотокарточки. Вот, ещё что хотела сказать. Ай, ну всё. Мы, короче, домой. Мы в аэропорту. Ростов, привет. Я люблю тебя. Я соскучилась. Ну я же блогер, мама. Мне же нужно всё снять. И да, я забыла сказать, что погода просто-просто шикарная. Мама встретила, говорит, ты чего его как на зимний поле садела? Уж болею. Всё, погода вообще. Вот просто вот так снять всё и купаться в бассейн. Привет, хорошие мои. Хотела поделиться тем, как мы чувствуем себя. Может быть, вы волнуетесь, потому что много пишут мне, что выздоравливаете, выздоравливаете. Там советы всякие, как лечиться. В общем-то, всё хорошо. Денька перенёс очень всё хорошо. Я утром встала. Свечи виферон, анаферон, немесил на ночь, закапала, прополоскала носик. И малому то же самое ещё от кашлика проспан. Ну, то, что раньше вот мы лечили, мы как-то простывали. И вот то, что раньше у нас было, то же самое всё. И он встал очень хорошо. Даже у него уже сопли не так сильно рекой текут, как текли. Да, Денечка? Вот. Ну, мы дома лечимся. У нас погода просто шикарная. У меня открыты все окна и двери. И у нас жарко всё равно. Мы пойдём гулять. Я сейчас первым делом жив. Вчера ночью вот это вот прибиралась ещё туда-сюда. Уложила малыша спать. И сейчас уже утром встала. Первым делом давай всё убирать. Подарки, покупки разбирать. Всё. Пойдём там. Посылочка должна нам прийти. Надо её забрать. Прогуляемся по улице. Нормально. Всё хорошо будет. Я себя уже намного лучше чувствую. И сына я смотрю тоже. Я думаю, что можно даже к врачу не идти. Вот я думаю, если сегодня день пройдёт хорошо, и утром уже легче, то можно и не идти. Потому что всё то же самое. То есть ничего нового нету. По поводу комментариев. Я ещё не заходила в Ютуб. Не смотрела. Просто нет времени реально. Вот это только вечером. А я хочу вам смонтировать видео. На это очень надо много времени потратить, чтобы видео, комментарии к Ютубу почитать. И уже в Инстаграме дошло до меня всё это. И там пишут, что вариантов про моего мужа, как я поняла, больше всего. Очень всех интересует. Что, да, как, да, где. И мне, честно говоря, даже смешно. Я там в Инстаграме ответила пару человек. Ну, вы знаете, я понимаю, это любопытство. Я сама бываю где-то любопытная. Всегда хочется интересно узнать о человеке, которого ты не знаешь. Вот у него всё так складывается. Вроде бы хорошо, вроде бы нехорошо. И поиски чего-то плохого, я вам скажу, всегда происходят от того, что, видимо, кажется всем, что жизнь моя хорошая и прекрасная. Но, вы знаете, в жизни, вот могу так один момент сказать, может быть, это успокоит как-то всех сейчас, кого очень волнует моя жизнь, да, вот в плане, что она не такая идеальная и так далее. Я вас уверяю, что она не такая идеальная. В этом мире всё относительно. То есть для кого-то кто-то посмотрит на мою жизнь и скажет, о, как так можно жить, это так тяжело. Там отношения на расстоянии, маленький ребёнок, там, да, небольшая квартира, там, ну, дом, да, небольшой домик, вот где живу-то. И ещё много каких-то моментов, да. Кто-то скажет, я не могу так жить, это ужасно, да. А для меня нормально. Я точно так же могу посмотреть на более хорошие условия у людей и что-то там в отношениях будет такое, что для меня просто неприемлемо, и всё остальное, все блага, которые человек считает, вот он достиг. Я скажу, да ничего не нужно этого, лишь бы было что-то другое. Каждому человеку что-то важно своё. И я считаю, отталкиваться нужно не от того, как кто считает, кто где, на расстоянии, как человек живёт, бедный или богатый, искать что-то, ну, негативное. Самое важное, как он сам относится к своей жизни. Мне нравится, как я живу. Я сама иду по жизни, выбираю всё, что я хочу. То есть в этой ситуации, в какой я оказалась или ещё что-то, я выбрала сама, сознательно. Это не какие-то случайности, обстоятельства. Я реально делаю свою жизнь, чего я и всем желаю. И, конечно же, может быть, от того, что я смотрю позитивно на жизнь, и улыбаюсь, и, ну, не знаю, такой я человек, вот с детства так всё сложилось, и стремлюсь всегда к всему-то хорошему, да, и окружаю себя всем хорошим. Просто есть понимание того, что я сама себе делаю жизнь. Конечно же, я буду делать её самой лучшей. А люди, которые находятся в плену каких-то своих, может быть, эмоциональных там решений, страхов и так далее, конечно же, они будут находиться в не очень хороших условиях для себя, опять же, сами себе создавшие. И у других будут искать эти условия плохие, что вот это у неё плохо, вот это у неё плохо. Я только хочу сказать, что у меня всё хорошо. Как бы вам ни казалось, и что бы вы там ни говорили, какой муж, не муж, там, какая я там, и многое другое. Как-то мне даже сказали... А, ну, меня всё устраивает, то есть, да? Как-то мне даже сказали, что если я публичный человек, то, типа, я должна смириться с тем, что вопросов куча будет, и лезь будет, и я, типа, обязана даже снимать какие-то отдельные ролики. Вот, представляете, такое кто-то сказал. Я никому ничем не обязана. Я... Знаете, я вообще не понимаю, чем отличается сильно там YouTube от жизни, которая вот на улице. Я точно так же беру ребёнка, например. Иду с мужем, мы идём по парку, куча людей нас смотрят. Это тоже выставление где-то себя на показ. Понимаете? Тоже куча людей смотрят. И что, если кто-то мимо проходящий захотел поинтересоваться, а как вы там расписаны, не расписаны, а где вы живёте, а как у вас там в отношениях, а там вот куда он там ездит, не ездит, как он зарабатывает? Мы же не обязаны об этом говорить. Мы даже с друзьями и с окружением нашим общаемся, и всегда говорим то, что считаем нужным. Ну, согласитесь. Я не знаю, если есть единицы в окружении того, что знают всю вашу подноготную, да я уверена, что не всю даже. Подноготную знают. Есть тайные всякие желания, всякие, да? Полно у каждого. И не обязан никто отчитываться даже перед своими друзьями, родственниками и так далее. Я же не говорю уже о YouTube. Я выставляю то, что считаю нужным. Я рассказываю о малыше, о воспитании где-то, да? Об уходе, о косметике, о своей жизни, тусусь. Конечно же, мой муж — это неотъемлемая часть моей жизни. Я не могу его просто вычеркивать и вырезать из всех видео. Тем более, это часть каких-то моих взглядов. Естественно, я ими делюсь. И даже если бы всё было прозрачно и ясно, всё равно были бы вопросы, всё равно были бы недовольны. Поверьте, я знаю таких людей, которые просто всю свою жизнь наизнанку всё рассказывают. И всё равно есть недовольные, всё равно есть критики, которые найдут, достанут что-то там из самой жопы. Я не знаю. Или придумывают. Вот как минимум о моём муже теперь уже ходит куча легенд. И знаете, меня это забавляет. Я с ним поделилась этим. Он говорит, ну что, интрига? Пусть будет. Пусть будет интрига. Пусть будет эта часть моего канала. Тёмная интрига о моём муже. Меня даже забавляет. Конечно, меня бы, может быть, это очень трогало бы и задевало, если бы, ну, как бы, какие-то были там серьёзные подтверждения или что-то прям... Ну, просто фантазии. Люди фантазируют, фантазируют. Ну, пусть фантазируют. Я не против. Пишите, ради бога. Просто когда идут какие-то грубые такие, знаете, там, оскорбления, унижения там, или ещё какие-то слова в сторону, знаете, не... Как это сказать? Ну, не просто там, у твоего мужа, любовница, короче, походу, любовница, и всё. И ты, короче, брошенка, вот он вам помогает, платит, ну, типа того, да? Ну, это нормально, там, ладно, пусть пишут, придумали, ну, каждый причём думает о том, что у него в голове, видимо, какие-то страхи или, может быть, какой-то опыт, я не знаю, у человека. Отчего именно так, да? Ведь может быть вариантов тысячи, просто тысячи. Кто-то одно пишет, кто-то другое, кто-то третье. И почему именно эти варианты люди у себя в голове рождают? Это зависит только от их головы. Вот. И да, это факт, который нужно принять. Это часть моего канала, это я сама такая. Это никаких специальных, сознательных прям интриг я не делаю. Это всё получается вот так, само собой. Я уже говорила тысячу раз, что есть определённые причины, из-за чего так всё складывается. Вот. Я говорю всегда по максимуму и делюсь всем по максимуму. Так что, либо всё это воспринимается вот так, как есть, да, без всяких... Либо, в общем-то, не воспринимается никак. Вот. Ну что, давайте закончим, наверное, этот влог. Я буду его монтировать, вам выкладывать. Если я прочитаю в ютубе комментарии, и у меня будет куча эмоций, конечно же, в следующем влоге я этим поделюсь, этими эмоциями. Вот. Но я думаю, что мне ничего страшного, меня уже ничего не испугает. Всё, мои хорошие, я вас люблю, целую. Мы вернулись, и мы с вами сейчас продолжим. Куча всего. Подарки, покупки будут, потом бьюти-коробочка должна быть. Очередные влоги, потому что мы уже пойдём гулять, развлекаться. В общем, куча всего. Всё, пока. Целую, люблю вас. Увидимся в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok